Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я работаю аниматором в компании Frides. Работаю я уже 7 лет. На моем счету уже 5 выпущенных проектов. Тут произошла небольшая задержка, поэтому я буду рассказывать быстро и немножечко придется пропустить информацию. Я устроился во Frides изначально моделером и примерно в течение года переориентировался на работу аниматором, так как в Новосибирске на тот момент была такая проблема с анимациями, что трудно было где-то специально этому обучиться, поэтому надо было обучаться у своих коллег или разбираться в этом всем самому. Сегодня я хотел рассказать вам, как получить хорошее техзадание от геймдизайнеров, как подготовить совместно с художниками текстуру для работы в дальнейшем, как собрать этого персонажа в сцене, как построить скелет для этого персонажа, как создать удобный риг для скелета, как сделать саму анимацию более живой и как вообще дальше жить с тем, что вы сейчас создали. Рассказывать я буду на примере проекта Gods and Glory, про него вы уже все слышали. Нас тут в основном будет интересовать боевка. Боевка сделана, это пошаговая боевка, в ней 10 юнитов сражаются между собой. Как вы можете увидеть, в нашем движке используется не совсем двухмерная анимация, это такое соединение 3D и 2D, я это называю псевдо-3D. Интерес представляет сам скелет, который располагается в одной плоскости и привязанные к нему объекты. Объекты могут быть как плоскими спрайтами, так и разнообразные трехмерные объекты. Ну, а во всем по порядку. Как говорил один древний философ без внятного ТЗ, результат ХЗ. Вообще он говорил это про программистов, но про аниматоров это касается также в полной мере. Поэтому работа аниматора начинается изначально с прочтения ТЗ. И для геймдизайнеров я бы хотел отдельно рассказать такие моменты, как написать такое ТЗ, чтобы аниматору было это понятно. То есть в первую очередь желательно для каждого персонажа нужно написать саму историю персонажа, его какое-то описание, характер, для того, чтобы аниматор хорошо понимал, что он будет делать. Пусть это будет какая-то копипаста из диздоков или еще из какой-то документации, но для аниматора это очень важная информация. Также в ТЗ должна быть детально описан сам сценарий анимации. То есть не просто юнит ударяет молотом и повреждает кого-то, а он, когда юнит подготавливается к удару, присел, замахнулся, ударил и отскочил назад. То есть сам сценарий анимации должен быть описан наиболее полно. К самому техзаданию можно приложить референсы, какие-то фотографии, может быть это какое-то описание из других игр. Нам, к примеру, очень хорошо помогало, когда для анимации юнитов геймдизайнеры нам писали, ну, например, вот как анимация такого-то юнита из доты или еще из какой-нибудь игры. Это всегда очень хорошо тоже помогало. Также можно делать зарисовки, раскадровки. Понятно, что не все геймдизайнеры умеют рисовать, но это может быть такая простейшая зарисовка по типу там палка-палка огуречек, но это тоже еще лучше дает понимание результата, какой результат должен получиться в конце концов. Если что-то из этого непонятно, то геймдизайнер в конце концов может на себе показать, какая анимация должна получиться. Это нормально и даже может быть забавно и полезно в качестве физических упражнений. И описывайте обязательно тайминги. Дело в том, что иногда бывают технические задания, в которых написано «Юнит быстро появляется на карте», но для аниматора быстро это может быть 0,3 секунды, а для геймдизайнера быстро это может быть за полторы секунды появляться. Поэтому лучше писать в цифрах все вот такие вот, на какое расстояние он там отпрыгнул. Все это лучше указывать в цифрах, в пикселях. И ни в коем случае в тех заданиях нельзя использовать какие-то относительные понятия, такие как «близко», «скоро», «как-нибудь». Это также вот в предыдущем пункте я рассказал. Потому что примерные понятия для геймдизайнера и для аниматора могут быть абсолютно разными. Когда подготовлено техзадание, аниматор его внимательно читает, и он уже должен представлять в голове, хорошо представлять, как будет выглядеть анимация. И после этого ему надо подготовить текстуру. Текстура готовится обычно совместно с художниками, и аниматор должен рассказать, какой дополнительный арт может понадобиться аниматору в дальнейшем. Это может быть какое-то еще одно положение мимики, положение для рук, положение для оружия. Аниматор должен рассказать, что должно быть нарисовано под теми частями, которые скрыты под слоями. В дальнейшем подготавливается текстура. В нашем движке, да, я забыл сказать, что мы не используем популярные движки, у нас свой собственный движок. И это создает определенные сложности, но и дает огромное количество плюсов. Из сложностей то, что мы не можем в интернете пойти посмотреть какие-то туторы, как решить ту или иную задачу, мы достаемся с этой задачей один на один, и приходится нам ее решать самим. Но из плюсов, это когда тебе требуется какой-то новый инструментарий для анимации, всегда можно обратиться к программистам, инструментарий быстро, очень оперативно дописывается. В нашем случае размер текстуры стандартно должен быть кратной степени двойки, то есть не обязательно прямоугольная, но она может быть как 128 на 256, так же может быть и 256 на 256. И желательно располагать каждого персонажа отдельно на одну текстуру. Это важно для оптимизации в дальнейшем. И когда текстура подготовлена, она располагается на плейн в сцене 3D Max и разрезается на части и собирается. Соответственно, так же, как она расположена по слоям в фотошопе, точно так же по порядку по оси Z располагаются детали. Наш движок построен на соединении 3D Max и редактора самого анимации, который билдит уже в сам игровой движок. То есть тут немножечко технической информации стоит дать. Как работает рендер? Рендер объектов происходит по порядку. Начиная от камеры, она у нас расположена в проекции топ, и по слой на объект за объектом. Если эти объекты находятся на одной текстуре, они проходятся за один проход. Это называется batch. Если между объектами встарянут какие-то новые еще объекты с другой текстурой, то batch будет разбит на две части. Таким образом, это будут уже три подгрузки текстуры. То есть желательно все объекты с одной текстуры расположить подряд. И если у вас есть объекты с другой текстурой, их располагать отдельно от них. Это очень хорошо влияет на оптимизацию и на производительность в дальнейшем. То есть, по идее, если расположить все объекты правильно, то batch происходит два. Это прирост производительности практически на 30% сразу. Я использую для анимации три вида объектов. То есть, во-первых, это плоские объекты. Это так называемые спрайты. Они все равно находятся на мешах. Используется альфа-канал. Это дает возможность не использовать антиалясинг и получать детальную красивую картинку. У этого есть небольшой минус в том, что эти объекты не могут пересекаться между собой, но это улучшает самую визуальную часть. Также эти спрайты можно накладывать и на выпуклые объекты. Вот здесь, может быть, не очень хорошо видно, но объект может быть выпуклым. И этот же спрайт накладывается на него, что добавляет большей реалистичности самому объекту. И также используются полностью трехмерные объекты. Тут совсем ничего уже не видно. Ну, то есть это уже для каких-то таких объектов, которые там юниту надо подбросить, переложить там куда-то. И его отличие от предыдущих спрайтов в том, что в нем не может использоваться альфа-канал. В нем должен быть включен Z-буфер. И таким образом объект из-за этого может пересекаться сам с собой, поворачиваться и использоваться полноценно в 3D. Далее, когда персонаж собран, надо выстроить скелет. Ну, здесь все стандартно. Главный момент при построении скелета, чтобы все кости были заранее немножечко согнуты под теми углами, под которыми, в принципе, гнутся эти суставы. Здесь надо обратить внимание, что во время, когда рисуется персонаж, аниматору надо тоже обязательно следить за процессом рисования этого персонажа и вовремя вносить какие-то правки, комментарии по поводу того, как он должен располагаться, по поводу его позы, для того, чтобы в дальнейшем можно было проще и быстрее анимировать. Когда скелет готов, после этого создается риг для этого персонажа, для этого скелета. Тут я использую обычно два метода и иногда еще пользуюсь третьим. То есть это прямой линк, когда детали напрямую линкуются к костям и инверсная кинематика для анимации позвоночника, рук, ног. И также используется position и orientation constraint. Это используется реже и в частных случаях, но тоже имеет смысл об этом рассказать. Всякие управляющие детали и крайние части в иерархии прицепляются к самим контроллером, и это позволяет контролировать поведение персонажа наиболее точно. Ну и чем более сложной анимации, тем более сложный риг постепенно вырастает на персонажа. В нем может быть много-много анимаций, и это начинает путать. Поэтому стоит рассказать о том, как сделать риг более понятным и логичным. В первую очередь, это должна быть правильная иерархия. Все объекты на сцене должны цепляться к одному паренту, и от этого парента в дальнейшем логично и понятно и для аниматора, и для технических дизайнеров по иерархии должны располагаться понятно. Также стоит сказать, что надо обязательно именовать все контроллеры. Если это контроллер для головы, то надо написать, что это контроллер head. Если это контроллер для левой руки, для правой руки, все это должно быть подписано. Для того, чтобы в дальнейшем, если вы вдруг зайдете через месяц внести какие-то правки в этого юнита, то вы должны сразу сходу понять, что вообще тут в этой сцене происходит. Также обязательно, обязательный момент, надо использовать префиксы. Для того, чтобы в дальнейшем, когда можно было искать какие-то контроллеры, какие-то паренты, просто используя маску в поиске. То есть вы пишете контроллеры, все контроллеры выбраны. Там вы пишете парент, выбраны все паренты. Также в 3D Max есть смысл пользоваться слоями. Это очень важный инструмент. В нем можно отдельно по слоям раскидать отдельно геометрию, отдельно кости, отдельно хелперы, и отдельно все-все-все части. И в дальнейшем можно будет, скрыв, например, хелперы, очень быстро анимировать без лишних каких-то объектов на экране. Также нужно использовать цветовую дифференциацию. Вот это вот тут особенно сложно будет показать. Вообще, для всех объектов надо задать какой-то свой цвет. Например, вся геометрия на сцене, я обычно ее делаю оранжевой. Контроллеры зеленые, кости серого цвета, и какие-то там хелперы, они обычно не перекрашиваются, но тоже имеют какой-нибудь свой цвет, заранее заданный. Также обязательно надо комментировать рик и комментировать анимацию. То есть в сцене, когда вы зайдете, можно оставлять текст, я это обычно делаю просто обычным сплайновым текстом в 3DMAX, и в нем должно быть описано, какие здесь сделаны анимации, какие контроллеры для чего сделаны. Особенно если сложный рик, то тогда комментарии очень нужны впоследствии. Ну и когда рик готов, переходим к анимации, и здесь довольно-таки все стандартно, но надо вспомнить про обязательные моменты в анимировании. В каждый момент времени должны двигаться все части персонажа. Речь о том, что даже для движения просто одной рукой персонаж будет двигаться весь. Это создаст более живую, более убедительную анимацию. То есть хотя бы на пиксель, хотя бы на чуть-чуть, но всегда что-то должно сдвигаться. Движение должно наследоваться по иерархии. То есть речь о том, что для того, чтобы сделать движение, все движение начинается от корпуса. То есть дается импульс от корпуса, передается на плечо, предплечье и кисть. Таким образом, анимации тоже становятся более реалистичными, мягкими и больше похожи на живое существо, а не на робота, заанимированного какими-то кодами. Также очень важно делать асинхронное начало и окончание анимаций. То есть при движении надо сдвинуть ключи таким образом, чтобы начало движения юнита отличалось от начала движения, к примеру, руки. Рука должна следовать по инерции за телом. То же самое и с походкой, и со всеми остальными частями тела. Используйте разные типы ключей. Это очень важный момент. 3ds Max нам предоставляет возможность использовать 7 типов ключей. По умолчанию он ставит мягкие ключи, так называемые изинги. Но это неправильно использовать только мягкие ключи, потому что во время, например, ходьбы нога стартует плавно, но потом резко тормозится об пол. Также это происходит и во время удара каким-нибудь оружием, или стрела, когда она запускается, она сперва получает резкое ускорение, а потом постепенно замедляется. Поэтому стоит использовать разные типы ключей, для того чтобы получить более реалистичную живую анимацию. И также важно использовать ключевые кадры. Ключевые кадры — это не те ключи, которые проставляются во время всей анимации, а имеются в виду такие стоп-кадры, которые будет видеть игрок. То есть из этих картинок должен составляться такой своего рода комикс. Эта анимация может быть длительностью 100 кадров, 200 кадров, но должны быть обязательно какие-то моменты, на которых заострится внимание зрителя. То есть в этом случае воин стоит с кувалдой, потом он приготовился к прыжку, в этой позе он должен замереть буквально на мгновение, меньше чем на секунду, на доли какие-то секунды. Потом он замахнулся также, замер в этой позе, потом замер в прыжке, замер в момент удара, замер в момент отпрыгивания. Тогда зритель лучше поймет, что произошло. Не будет какого-то сумбура, это будет выглядеть так вот более точно, четко. И используйте дугообразные траектории. Речь о том, что все живые существа, которые у нас на Земле, у всех, так сказать, шарнирная какая-то система суставов. Руки двигаются вокруг суставов. У меня время подходит к концу, да, я так понимаю. Ну, в общем, тогда я пропущу часть про технических дизайнеров. Могу просто сказать, храните, берегите этих дизайнеров, чтобы сцена была оформлена правильно, чтобы везде все было прописано, этих дизайнерам было проще в дальнейшем понять, что там наворотилось. В общем, спасибо за внимание. Извините за вот этот вот сумбур. Спасибо, Сергей. Ну, и на вопросы, наверное, уже времени нет. Вопросы, я думаю, что можно будет потом, кто хочет задать вопрос, потом уже спросить. Ладно. Три вопроса. Есть вопросы? У меня маленький вопрос. Вы там в каком-то моменте говорили, что антиальясинг должен быть отключен. А по какой причине? Вот когда контур уже фигуры был, да, у вас, и антиальясинг должен быть отключен. Почему? Ну, он не должен быть отключен. Нет смысла его использовать, когда края фигуры заданы альфа-каналом, потому что антиальясинг, он убирает только края геометрии. А когда край фигуры задан альфа-каналом, он и так будет красивый без антиальясинга. А у альфа-канала уже есть альясинг? Ну, нет, там немного другая система. Там не антиальясинг. Понятно.